добрый вечер друзья как видно из названия этого ролика мы поговорим о кризисе среднего возраста у мужиков я собственно и не стал бы сам но вопрос такой и я стал думать ну хорошо с каких собственно позиции я могу на эту тему рассуждать я медицинского аспекта не знаю я не врач психологического я тоже не знаю я не психолог и даже если был психолог может быть я бы занимался чем какой-то такой психологии из которой непонятно еще на эту тему то есть надо как бы узко разбираться чтобы по-серьезному но с другой стороны никто же меня не спрашивает как психолога или там врача да наверное просто как человека который наверное по возрасту пережил там этот кризис среднего возраста и может быть видел много народов которые как-то так себя проявляли по-разному я думаю это это такая перспектива который меня устраивает я я могу на себя взять поговорить на эту тему значит аспектом одним из аспектов этого всего будет как бы кризис среднего возраста и иммиграция потому что я вот как бы в нормальных условиях этого не переживал и не наблюдал а вот в иммиграции и переживал и наблюдал поэтому мы как бы будем вот несколько применительно к иммиграции значит что получается люди становятся вот в какой-то момент ну про мужиков в данном случае становятся раздражительными вот какой-то накапливается что ли стресс или или как это происходит я не знаю но вот впечатление такое чисто внешне что вот человек долго был под стресс и он начинает срываться он начинает срываться на близких он начинает срываться но на кого можно срываться вряд ли он там на начальника на работе сорвется хотя и это бывает он может резко там уйти с работы он может резко вообще уйти там сказать я буду заниматься бизнесом то есть что-то его такое перестает устраивать я думаю что здесь есть элемент такой как бы человек живет живет и он как-то откладывает некоторые вещи на будущее вот он как бы трудно не сейчас но потом но может быть еще что-то и вдруг он в возрастном плане начинает понимать что что-то он не успевает и может быть он никогда не успеет и может быть это вообще как-то облом такой или если не сейчас то уже не знаю когда мне это напоминает рассказ одного корейца в москве это совсем молоденький был в институте учился и он не начинал объяснять почему так рано в москве на рынке продаются арбузы корейцы продавали они средней азии приезжали продавали арбузы я говорю а как же арбуз может так рано быть и он мне объясняет что вот значит ну с его слов там что вот люди идут вдоль грядки и там и поворачивают арбуз там я не знаю там на 170 градусов или там на 90 потом через несколько дней опять идут и снова поворачивают том же направлении и снова поворачивают и снова поворачивают и вот этот вот зеленый значит там корешочек который соединяет индивидуальный арбуз вот с этим стволом так сказать на котором они растут он начинает как бы сжиматься и арбуз соображает ну как бы так генетически так сказать соображает что может скоро помереть и и начинает быстрее как бы созревать с тем чтобы дать вот возможность семенам как бы прорасти там и дать потомство то есть вот такая функция арбуза вот он чувствуется помирает и начинает быстрее созревать и вот мне кажется что вот мы ну за мужчин я говорю что вот мы в этом возрасте оказываемся как-то так вот как этот арбуз которому пережимают канал вот этот соединяющий его с жизнью и он уже и уже и уже и и чек начинает задыхаться что-то такое стим какие-то такая перестройка происходит наверняка там какие-то гормональные изменения тут я так понимаю и общем меняется что-то тут был человек и был но гормонально меняется вот я могу сказать что допустим какое-то время в моей жизни я мог ну скажем если я в субботу пойду в ресторан там вечером друзьями а воскресенье еще раз пойду то допустим в понедельник у меня будет лишних там 10 паундах которые за неделю там по паре паунда в день сойдут если я не буду больше безобразничать и скажем к выходным я снова в том же весе в котором был а тут значит время проходит и вдруг я замечаю что больше так не работает я то тот же самый слушайте организм уже так не работает и вот какие-то накапливаются вещи я из других соображений когда страхованием занимался я вдруг отметил про себя что практически я не видел людей которые от 40 до 50 прошли без того чтобы нахвататься очень серьезных болячек я я могу сказать что я был еще больше удивлен тем что в 28 очень многие люди имеют такие болячки что не дай бог никому понимать а его его всего-то ничего вот поэтому я не говорю там про мелочь там типа он там сидеет или там даже высеет нет посерьезно на всю катушку поэтому и это тоже может быть то есть как бы человек вдруг начинает понимать что вот его был дан какой-то потенциал и он его как-то профукал может быть ему что-то не хватает он начинает реагировать на других людей которые не проявляют к нему такого может быть уважение или там пиетета которому как-то он считает что он может быть заслужил очень часто люди вот в эмиграции они в прошлое апеллируют потом тут как-то не очень состоялся вот он там я не знаю что в такси работает я не хочу сказать что человек работающих такси не состоялся я хочу сказать что если он был там скажем главным инженером на каком-то там заводике небольшом а сейчас будет такси то вот у него ощущение что люди на него смотрят и говорят что он не состоялся и вот его этого не хватает и вот это происходит а он понимает что время идет и знаете еще что получается в эмиграции к этому добавляется что дети подрастают дети более адаптированы в обществе чем родители и как бы теряется контакты и он не получает уважение от детей он нервничает он ругается он плюется он чего-то требует он что-то доказывает он ведь я был главным инженером я в твои годы там туда-сюда а никому не интересно и он всех достал и жена от тебя уходит потому что ей тоже мог не каждый выдержит всю эту ерунду я женщина хочу сказать что если не в моготу имейте ввиду что это скоро пройдет это не на это не навсегда вот так несколько лет значит потом успокаивается становится благостными и тихими как я не знаю что я я много видел таких что прямо были как раскаленный утюг а потом становится благостными не сразу не сразу ну что еще сказать в нашем в нашем поколении мужики они как бы женились пораньше не то что вот сейчас и и деток пораньше заводили и так получается что вот скажем в 22 24 25 у нас уже всех дети были поэтому получается себе 45 а уже ребенок из дома уехал там в университет какой-то там или не знаю работает но как-то уже не вы выросли там когда у тебя четверо детей то ты вроде там те 45 у тебя там есть там шестилетний ребенок это одно а вот когда у тебя был один ну два и вот тебе там те же 45 и и как-то дети выпорхнули и ты вдруг смотришь на себя на свою жизнь и вот теряется вот эта связь с жизнью в виде того что ты воспитываешь детей и ты должен зарабатывать и обеспечивать там еще что-то и вдруг как эта пустота возникает это а где а что и вот я с этой вот женщиной а что мне с ней вот когда дети выросли мне то с ней что что нас связывает понимаете это это тоже добавляется вот к этому то есть если вы женились 35 там и в 45 ребенку там я не знаю там 5 8 10 лет ничего страшного это как бы нормальное дело вот то есть как бы есть связь раньше люди им проще было что не было много детей потом они дети вырастали но к этому времени были внуки и и как-то вот это вот цепочка была семейная семья удерживала человека и как-то давала ему опору в жизни а вдруг бах и не и не удерживает а дети сейчас тоже когда внуки то не упавец вот ему там 45 50 60 есть полна рода который 60 и внуков нету поэтому он ну 60 народ потише я вам я вам обещаю намного потише потому что ты уже не не судишь себя категориями что вот еще какие-то силы там есть еще на какое-то время есть а что делать а нужно ли делать а сколько делать какую планку поставить и надорваться страшно тоже страшно надорваться потому что ты видишь как люди сыпятся у меня был знакомый мужик вот по-моему даже рассказывал про него он у него было все в жизни он был вице-президентом компании хорошей он он был ну очень-очень состоятельный он был здоровый бугай и я его как-то позвонил и говорю слушай говорю возьми там практикантов у меня он ведь это было в пол пятого вечера и он ведь миш ягод часто вот уже стою тут переодетый с ракеткой в руке сейчас иду на корт вернусь перезвоню там ближе к 7 перезвоню я буду хорошо пятница что ли было вот такого плана но не перезванивает но не перезванивает я знаю там замотался или что понятно там люди разные причины есть потом и как-то я тоже замотался и забыл об этом и через несколько месяцев сам встречаю общих знакомых и куда кстати слушай вот я ему там звонила что так не перезвонил и женщина она она смотрит на меня у него глаза полные слез она говорит ты чё не знаешь ягу что она год вот в тот день когда он с тобой разговаривал он на корте умер у него тромб оторвался 48 лет мужику тромб оторвался и нет нет человека пойти и когда ты это видишь причем это не каждый день происходит но мы же знаем много народу знать как по школе по институту там общие знакомые тут и так далее и с кем-то что-то всегда случается у кого-то рак там химиотерапия там проходил там мужчина женщина не важно ну в общем что говорить а студентов у меня сколько вот было которые умирали такие и люди хорошие такие знаете я вдвойне обидно я не знаю что сказать и вдруг раз тоже тут рак там еще чуть и ты говоришь надо осторожней надорваться страшно с одной стороны ты что-то еще не доделал и ты чувствуешь что не доделал ты чувствуешь что тебя не ценят и там как бы не ты недополучаешь в этом деле а с другой стороны а вот и страшно и вот это вот то есть свойственная иммиграции вот эта вилка между как бы тем что ты состоялся и тем что ты не до состоялся или там здорово не состоялся это все тоже добавляет к ухудшению здоровья уже через психику все идет и человек начинает быть более болезненным тогда тут есть еще такие вещи я слышал я не помню источник но где-то что там чуть ли не 40 процентов там населения после там не помню 40 или 45 лет 40 процентов у них диабет сша и поскольку у меня вот диабет там последние лет наверное 15 такой он безобидный 2 типа но тоже ничего хорошего так ну что я хочу сказать я я могу сказать что становишься более раздражительным вот из-за это вот это уровень сахара в крови покушал во время не покушал во время что именно покушал там и так далее тоже влияет вот очень много я знаю людей которые могут как сказать чудовищные вещи творить они могут орать дико на людей они что-то что-то невероятное они себе позволяют и дальше когда я бы а как такое возможно и мне говорят ты будешь у него диабет он себя вообще не контролирует он он просто не может а потом извиняется он выходит и там пеплом голову посыла посыпает там еще тут то есть я и и такое тоже видел и так что значит если вопрос стоит о том как легче все там пережить пройти и так далее но с моей точки зрения значит существенно понимать что это в определенном возрасте значит какие-то такие вот вещи возникают надо понимать если ты знаешь что это имеет место быть то ты понимаешь причину своего там недовольства огорчения раздражения там или еще что-то это конечно уже намного проще когда ты не знаешь и ты думаешь вот они там вот эти вот они когда ты понимаешь что это просто ну там перестройка организма идет или что-то там значит проще переносится вот ну и конечно я хочу сказать что люди в общем-то ну как сказать субъективно успешные субъективно если он считает что в порядке то он конечно легче все это переносит одна из одно из проявлений вот этого всего это когда семьи разваливаются когда мужика там ну где-нибудь между 45 там и 55 вот его тянет там на молодых то есть не то что тянет а он разводится с женой и он значит другую семью там заводит и так далее и я я к этому отношусь как бы не очень хорошо по самым разным причинам меня меняют очень коробит я считаю что неестественно ну то есть как это естественно для данной стадии его там скажем организма когда ему тут не добрал там не добрал может еще там что-то у него но в общем что сказать вот это это часто бывает то есть я хочу сказать более чем часто бывает и вот когда вы там может быть слушайте всякие истории а я их знаю невероятное количество как там на одноклассниках он там вдруг там женщина он с ней учился в одном классе ему там 50 лет она там где-нибудь в липецке а он вот тут и он едет в липецк и он там сюда и дальше на сюда везет с этой он разводится я не хочу сказать каждый день но так уж раз в месяц так точно какая-то такая история которая происходит не абстрактно с кем-то из нас ну наших знакомых и у меня в частности студенток много женщин с которыми эта фигня произошла то есть вот допустим ей там 42 мужику например 48 и вот он у него крыша поехала он все там какую-то приводит не обязательно ей там 24 года ей может быть она может быть его ровесница вполне они могут могут быть одноклассников но и понеслось и поехала все крыша не варится полетел очень часто я вижу что через год-два они как-то вдруг снова вместе там что-то такое проходит в мозгах и какие-то более фундаментальные ценности выходят наружу и они и они вместе если в состоянии этого один другого простить и так далее не каждый может вот так что я что хочу сказать что если люди в семье и что ли толерантней терпимей друг другу надо быть потому что тот кто терпимый у него больше шансов сохранить семью это не потому что человек плохое с ним что-то такое ну вот он в такую фазу в жизни проходит поэтому так бы я добавил но но еще раз иммиграция добавляет стресса к этому ко всему то есть если план там жил там своей родной стране там может быть и там было бы еще больше стресс от других вещей может быть он там вывел менее здоровый образ жизни может быть там у него был бы стресс от того что он вообще там не все вокруг а он не состоялась этого это это может быть тоже может быть даже хуже я не знаю в конечном счете я я понимаю что здесь люди живут дольше чем там поэтому ну не знаю во всяком случае эмиграция добавляет определенного стресса скажем так есть стресс связаны с эмиграции с тем что должен дауншифтинг такое произвести нужно опуститься на какой-то уровень который может быть ниже чем тот чему ты привык морально может быть и материально больше получаешь но ты но ты не привык себя чувствовать социальных чем-то более таким продвинутым у меня была девочка я помню мгу закончила химфак лет 28 не был я никого не к вопросу о кризисе среднего возраста но она работала по специальности химиком но таким технишином там что такое и вот она закончила курсы у меня первая работа и у нее должность просто название там она была software тест инженеры танки и инженер и она приходит и не глазищи горят девчонка симпатичная умничка и глазищи горят и она гать миша ногать я инженер ягу а раньше ты кто была нога и гид меня технишином держали ее унижало что она была технишином техником при том что она не так плохо зарабатывал и все такое может быть меньше чем там но то что она даже не инженер пойти убивает людей а представьте себе что и не 28 мира 48 и она уже думает я уже никогда из этого не вылезу в 28 человек думает но я могу тут пойду классы возьму там еще что-то я я могу у меня есть много времени а в 48 то как ты пойдешь эти и это дополнительно вот и и так далее так что я надеюсь что я как бы свою перспективу до вас донес темы бесконечная и что я могу сказать кроме того что в общем я вам желаю что когда к этому придет и если какие-то формы будут острые чтобы их так и пережили поспокойнее потому что жизнь такая я если на себя взглянуть я был раздражительным какое-то время несколько лет я был раздражительным при том что я в целом очень такой телец знаете такой спокойненький то есть я могу там разозлиться но это там ненадолго вот меня можно огорчить сейчас надо меньше всего то что бизнеса я как-то уже привык вообще внимания на многие вещи не обращать но вот я помню время когда что-то меня вот допустим там когда три раза повторить надо одно и то же вроде говоришь человеком а он не слышит не студенты конечно вот так ну там с людьми которые ближе вот и значит но в целом я я думаю что я довольно мягко это все прошел и как-то я слишком занят был раз в этих лабе просто где был наверное не до этого я головы поднять не мог то есть меня как колотила от разных дел и секунды свободной не было может быть это было неплохим подспорьем чтобы там не попасть какие-то сложные ситуации нехорошие вот такая такая байка счастливы ребят